здравствуйте уважаемые пчеловоды приветствую вас на youtube канале магазина улей меня зовут александр и сегодня 17 марта мы находимся в днепре на выставке и как всегда сделаем небольшой обзор как видите на входе с нас встречают два больших баннера днепровский пасечник днепровская областная рада с правой стороны регистрация пойдем узнаем зачем нужна регистрация здесь в принципе девушка вас регистрация да а зачем регистрируете вас попросили понятно вход бесплатный видите вход бесплатный не так как белоруссии 200 гривен спасибо большое пойдем дальше смотреть ну такая пчеловод какие пчеловодства без ульев и сразу нас встречает улья рамки шапала почем рамочка 6 рута да за готов шин рин так дальше идем здесь вараморы демарий инвентарь в принципе потом у нас стенд милиции посмотрим пару новинок у них два препарата из испанских для этапа он для привлечения района до для привлечения райов и вот флуконтакт новый препарат тоже производства милиса здравствуйте так ну как всегда красивый стенд милиции вот и вот вот новинка от милиции сергей нам расскажет да про этот демарик новый новая конструкция новая конструкция апгрейд будем называть его ничем не отличается кроме верхней крышки чем отличается верхняя крышка от этой от этой первую очередь размером отверстия которого идет дым то есть за счет маленького отверстия достигается большая струя дыма плюс ко всему чем меньше отверстие тем дольше идет процесс горения меньше тяга на этом дымаре также можно регулировать тягу вот этой штукой чем ближе мы к меху его прислоняем тем меньше тяга чем дальше тем больше да 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 так же если мы посмотрим сюда здесь есть отверстие то которое втягивает воздух отсюда выдувает то есть тем самым мы бережем наш мир чтобы он туда искренне попадали он не портится ну и самое главное не знаю процессе работы его легко чистить этот тут правда нету сетки ну на иностранных дымаряков у нас тоже пример нету сетки вопрос спорный нужна не нужна ну в удобстве конечно она не нужна в плане искру честно говоря сомневаюсь если надо будем ставить но в процессе работы его легко очень открывать так как тут есть специальная такая вот окантовочка та которая делается не вручную на специальной машине делается то есть это как заводское качество такое довольно серьезно и она легко открывается закрывается спасибо большое все пойдем мы дальше так 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 дальше как всегда медогонки милиса очень много людей возле них не протал пицца ну вот блогеры знаменитые поздороваемся как всегда алекса да здравствуйте молодцы ребята правильно дело делаете за белоруссии показали финда рассмотрел да теперь будем за этот днепропетровске до процвета дико самой к вашей компании да спасибо качество было хорошее не обижали людей работаем честно защищали до я спасибо ссылочку на канал александра ставь под этим видео так 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 костюмы милиссы вентиляционное отверстие кому жарко моему материал похож на взять или не это ли он похоже да не знаю узнаю подпишу пройдем дальше дальше у нас стенд с одеждой с препаратами не могу сразу определить кто это ну да ну 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 миститель да так за заглянем заглянем lock it for кеп живопров как всегда у нас . препараты по ручной инвентарь можно интересно вот такая интересная какая-то дорогая интересная стамеска давайте спросим а для чего это это молоточек 220 рейн оригинальная стамеска так семена семена у нас тут не только медоносов но и для огорода и кстати довольно таки много людей у них находится возле стенда так с левой стороны вы видели в харькове мы компания парк плюс просто шикарный делает вещи для пчеловодов посмотрите какого качества морилочка мы к ним подходили в харькове принципе вы можете видеть здравствуйте виталий да как у вас торговля но хорошо удача торговли но очень шикарная продукция плюс очень качественно делает для мотководов для упаковка для меда солнечная воскотопка цены конечно у них не дешевого сегмента но я думаю это качество ну просто мебельное качество но того стоит так марки бадхас лебедев денис тут где-то наверно есть какая-то новая воскотопка судя по всему электрическая если бы дениса найти вообще было шикарно ладно пойдем дальше компания павик каждый в каждом ролике мы его показываем не будем нарушать традицию просмотрим а вот хотелось бы показать одна из новинок да ваша вот такой вот натяжитель проволоки металлический скоро тоже у нас появится на сайте сделаем обзор честно скажу пользуется очень большой популярностью потому что уже месяц компания павик не можем его заказать постоянно разбирает у нас уже до перекачки меда это новый до какой-то уже арка не заметили какая мощность то есть сколько литров минут 20 литров за минуту это более для больших пасек я думаю для тех у кого 20 30 улья у них пока не нужен такой насос но и вот станок rrp1 ну что ж пройдем дальше здесь одежда чипа кирея выставляется качественная одежда дальше 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 вот вот эту компанию хотелось бы показать продают для вещества для медоварения вот не встречали мы еще их то есть что у них есть что у них есть то есть активные дрожжи на в основном активные дрожжи и специальные дрожжи ну специально я подходил конструктироваться это специально для медовара первый раз их вижу если честно надо изучить почитать потому что медоварение очень очень хорошо развивается у нас украине рамки для сотового меда рамки для сотового меда плохого качества вот кстати денис лебедев тут вместо того чтобы торговать он что за воскотовка такая волшебная вот там да а это виталика виталика спорт плюс а а хорошо туда к нему подойдем спасибо улья ппп ппс улья ппс так 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 что тут у нас литература прошлый год жилья 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 вот кстати хотелось бы показать вот эту книгу она есть у нас на сайте ссылочку подняки под этим видео выставлю в улыбке конструкции это выгодная то есть в двух словах по моему в ней описаны ну по моему где-то около 80 вариантов стандартных ульев с отличными чертежами с размерами книга стоит по моему недорого в порядке 70 гривен на сегодняшний день или 65 могу ошибаться но ценностью и она гораздо выше все размеры то есть кто производит улья и рамки сам или что-то хочет только начать это делать крыши разных вариантов прямые треугольные домиком то есть или со наклоном ссылка будет под этим видео на эту книгу так тут у нас есть Дмитрий Олейник что он нам привез он привез какие-то улья новые вернее не улья а корпуса так сейчас проберемся так Дима здравствуй здравствуй так твои улья новые да да мою улья новые десяти рамочные это пока магазины только или это десяти пока только магазины и пока только по такой да вот что ага понятно а что можешь рассказать это полистирол это полистирол спиннерный полистирол стоимость для корпуса вместе гривен один корпус да боковая стенка 40 передний центр 5 ну да хорошая толщина делали палец ну вот очень хорошо и легко становится соединяется позже шипом шип да ага шип ну это варианты которые вообще не измерили но основе есть шипы для того чтобы ее сделать проанализировали наверное конструкции детские и белорусы ну так ручки удобные плотненько смотрятся максимальная конструкция ясно ясно ее максимально дешевая максимальная теперь надо дно еще сюда да а поставляется в разобранном или собранном виде в разобранном да а вот смотрите отлично ну то есть сами понимаете доставка если заказывать в интернет-магазине доставка этой штуки будет ну собранного гораздо дороже чем просто 4 досточки да но я думаю раза раза в три дешевле будет если отправить в разобранном и его здесь очень легко собрать смотрите то есть сейчас неудобно взял все подходит идеально над а я понял в другую сторону то есть чуть-чуть придавили и не буду ломать человеку да чуть-чуть придавили и все зашло ну вот такая новинка спасибо дима да пожалуйста а а продаем конечно скоро появится наверное да так 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 здесь у нас продукты медоварения вот такие интересные номера на автомобиль труди не медовар так дальше 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 у нас сулья это ребята тоже были на выставке в харькове не будем повторяться о них так 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 а что это подскажите кондуктер для сборки рамок кондук ой извините пожалуйста сколько какая цена 200 гривен 200 гривен а расскажите принцип работы принцип работы тут разбирается вставляется сюда стоечки да 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 одна и вторая половиночка вверх слабимо набрал и потом собирали значит если есть можно гвоздями можно скобами нас six соединять их ну в принципе ну не по одной рамочки а что вот здесь резинка какая то за это резинка для уплотнения для того что у плотнее боковушка становились да они расплоднется а это ну в принципе либо любую можно получать быстр回 Cube Можно рамку большую ставить. А вот что упирается? А, в стол, да? Ну, то есть ставится на стол, да? Вставится на стол. И боковушка упирается? Да, все вставляется, колышком расплывняется. Ага, вставили, прижали, прижали, потом прибили вверх, перевернули, прибили вниз. Наложили сюда, по-скому, планочки, хочешь нижний, хочешь верхний. Наложили гвоздями, скобами, гвоздями можно будет. На сколько рамок? 10? На 12. На 12 рамок? На 12 рамок, да. Ага, хорошо. Прибил в одну сторону, переворачиваюсь, и в другую сторону можно сразу прибивать вниз. Я понял. Хорошо, спасибо вам большое. Ну, вот такое бюджетное решение для кондуктора, в принципе. Я такого не встречал, в основном все... Но гораздо дороже кондуктора стоят. Так, здесь у нас утеплители. Опять-таки семена, овощина. Что-то она темная такая какая-то. Так, медоварение. Медоварение, медоварение. Опять-таки литература. Вот. Вот интересный стенд. Хотелось бы показать кондуктор другого. Другой вариант. Секундочку. Расскажите, как работает? На основе я. Кондуктор для сборки рамок. Значит, становится в данной модель 10 штук. Это универсальный кондуктор абсолютно для всех видов рамок, кроме украинской. Значит, ставится сюда можно... Какие? Ну, 10 рамок становится сюда. Да, да, да. Высота регулируется этой вот планкой вертикальной. Можно 230, можно 145 ставить. Внизу он 145 стоит. Ага. Вот. Если, например, начинаете собирать, для того, чтобы он не взлетал, ну, под пружин, просто фиксируйте его. Он становится... Набираете боковушечки, фиксируйте досочками этими. Значит, здесь со всех сторон доступ есть. Сколачивай, ну, и сюда. Да, если, например, у вас обычная рамка, не евро рамка, они ставятся сюда, вот на вот эту доску, ставится нижняя планка. Ага. Ага. Он раздвижной. Если у вас рамка нестандартная, вы можете его подрегулировать под себя, какое вам надо. А, то есть подлиннее, да? И, соответственно, когда комплект сбит уже, вы просто его раздвигаете на сантиметр, выдвинули, и все рамки вытащили без малейшего усилия. Потом опять сдвинули до упора. Вот. И, как бы, процесс повторяется заново. Да. Спасибо вам большое. Да, очень интересная конструкция, но и цена интересная, полторы тысячи гривен. Ну, что ж, пойдем теперь спустимся вниз, посмотрим еще несколько стендов. Продолжим наш обзор. Подойдем к компании Бестар, посмотрим их небольшие медагонки. Тоже очень хорошего качества, молодая компания. Кстати, у Макса Кота. Ихняя медагонка. О, наш флажочек. Сейчас насчет конференции, поэтому надо ускориться, пока народ не разошелся. Молодой человек красивый, что-то консультирует. Как ваше они еще... Ну, девушкам продаванку парить. Не берут? Думаю. Думаю. Вот это, чтобы сейчас уже продавим. Давайте. Манечка, так и удается. Так, ладно, тогда не будем вам мешать, вашим продавам. Приятно было видеть. Спасибо. Так, сейчас посмотрим насос. У ВВ-100 появился новый насос. Насос для перекачки меда. Новый насос. Для перекачки меда, да? Да, насос для перекачки меда. То есть, это ВВ-100. Как сказали, берет с высоты, снизу как угодно. Производительность 25 килограмм, миллилитров в минуту. Ну, вот такое вот развитие уже получает. Ну, все, мы показали, выключайте. Я думаю, мы скоро сделаем более детальный обзор этого насоса. Ну, и также шнек для меда. Чуть-чуть модернизированный в этом году выйдет уже. У нас, если честно, очень много на них вот заказов. Очень востребован оказался этот товар. Поэтому обзор скоро ждет этого шнека. Скоро сделаем обзор. Ну, а вот еще такая штучка. Не знаю, кто замечает на сайте или не замечает у нас. Это для кремования меда. Насадка для дрель для кремования меда. То есть, кремовалка стоит порядка 14-15 тысяч гривен. Ну, с помощью дрели и такой насадки можно сделать тоже кремование меда. Так, пройдем дальше. Так, сюда, наверное, посмотрим. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, смотрите. Вот такой вот изолятор. Пока весна. Пока на них очереди нету. Можно заказывать. Что у них? Демари. Демари, электропривода. Так, медагонки. Вот, кстати, хотелось бы остановить самую популярную модель медагонки. Да, самая бюджетная. 3800, ну, почти 3900 гривен. Ссылочку добавлю в наше описание. Ну, а так, просто внешний вид. На четыре рамки, поворотные, центральное крепление. Очень удобно. А вот такого плана на прошлой выставке в Беларуси мы смотрели. Там была оцинкованная, которая стоила у них 6000 гривен почти. Такая у нас, на сегодняшний день, 2620. Еще, как раз, посмотрите на новой модели автоматической медагонки, шестирамочная. То есть, из автоматов это одна из самых популярных моделей. И теперь она идет не с редуктором, а с ременным приводом. Сейчас попробуем показать. Возле нее ажиотаж. В чем удобство ременного привода? Это в том, что он тише и плавнее работает. И гораздо легче обслуживание, чем в редукторе. Ну, сейчас попрошу оператора, наверное, показать этот привод. То есть, там идет шкив, два ремня. Она, кстати, еще идет немного дешевле, чем редукторная медагонка. Ну, пройдем дальше. А теперь пойдем посмотрим, что там у стенда чергунки есть. Ой, расставили они свои медагоночки. Чуть-чуть поменялись у них модельки. Тоже по-модному завальцовочка. Так, Владимир. Здравствуйте. Мы к вам. С чем приехали? С чем? С канаплю. С канаплю. И маком. Вот, ну. Кормушки, ножи. В принципе. Прилеточки. А где Романченко? А, вот. А чем? Одна из самых популярных прилетных досок. Доска профессора Романченко. Так, ну что, пойдем дальше. К нам. Будем приближаться к нашему стенду. А вы скажите, вы турки? Так, ну не протолпиться уже. А ж сходите. Я вашу сейчас. Давай на мацу. Так, тут дегустация. Вощину предлагают, как всегда. Улья. Рогатые. От Обьеткова. От Обьеткова, без Обьеткова только, да? Да, от Обьеткова, без Обьеткова. Вот. Сергей Обьетков и приехал. Негодяй, да? А так бы тут уже стояла уже такая. Спасибо. Ага, хорошо. Там у нас торговля проходит. Вот мы тут с такими шариками приехали. Красивыми. Мы подошли к нашему стенду. Что бы хотелось сказать. Ну, вы видите, у нас, как всегда, ажиотаж. Да, взяли 6 метров. Это в Харькове мы брали, по-моему, 3 или 4 метра. Нам казалось, что 6 хватит, будет достаточно. Но у нас опять очередь. Опять мы не можем наших пчелок качественно снять на видео. Ну, я думаю, выложим в конце несколько фотографий. Что бы хотелось бы сказать. Депропетровская выставка. Мы наводили справки по прошлому году. Сказали, что ехать сюда не стоит. И людей было мало. Ну, я вам скажу так, что в следующем году или на следующую выставку, когда нас пригласят, мы сюда точно приедем. Вот. Но сейчас поснимаем немного нашу работу на выставке. Депропетровская выставке. Депропетровская выставка. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...